Всем привет! С вами снова я, Анрион, и это четвертая часть tutorial, посвященного программе Creation Kit редактором Skyrim. Для начала давайте поставим в окне Cell View, окно ячейки, галочку на Loaded at Top. Это позволит нашей загружаемой локации всегда находиться вверху списка остальных локаций. Это очень удобно. Сегодняшний туториум посвящен утворе, которая находится во всех комнатах и во всех частях нашего подземелья. Как видите, сейчас это голые стены, голые полы, ничего вообще нет. Давайте немного разнообразим, так скажем, наши комнаты. Начнем с этой комнаты. Для начала давайте заменим стены в этой комнате. Как видите, у нас две одинаковых фронтальных стены. Смотрится не очень хорошо. Выбираем нужную нам заменяемую стену. Нажимаем Ctrl-F, я уже напоминаю. И заменяем на NorRMSMWallSide03. Как видим, стена немного видоизменилась, что уже приносит хоть какое-то разнообразие в наш интерьер. Давайте теперь заменим еще какую бы то ни был стену. Вот у нас тут три одинаковых стены. Давайте заменим все на WallFront01. Для этого выберем все три стены. Нажмем Ctrl-F. И сделаем реплейсмент на Front02. Окей. То же самое сделаем с вот этими стенами, которые ограничивают выход. То есть они стали более пологими, уже отличаются. То же самое можно, в принципе, сделать вот с этой, допустим, стеной. Можете поэкспериментировать со стенами, как вам угодно. Давайте выберем WallSide03, допустим. Главное, проверяйте всегда, чтобы стыки были... Не было щелей между стыками. Теперь, что мы будем делать? Теперь мы можем... Отойти от стен и... Заняться нашим полом. Для этого выберем... Любой... Допустим, средний кусок, напоминаю, Middle он называется. Ctrl-D. Ctrl-F. По-моему, только я его сейчас не скопировал. Ctrl-D. Ctrl-F. И заменим наш кусок... На... No Room Floor. То есть начнем печатать... No Room... Так... No Room Small Floor. Что-то почему-то не печатается у нас. Давайте-ка найдем сначала это... No... Все понятно. У нас стояло на русской раскладке. Это часто такое случается. No Room Small Floor. Вот. Видим, значит... No Room Small Floor. No Room. Райзут. 0.1. Окей. Вы видите, что... Пол у нас... теперь... не совсем плоским стал. Скопируем также этот кусок. Развернем. Вот. Еще раз скопируем. На центр. И заместим его... с помощью... куска... называемого... Айзут 0.2. Поставим его... примерно посередине комнаты. Вот. Отлично. Теперь... в дальние углы комнаты у нас там ничего нету. Мы можем... поставить туда обвалившиеся... какие-то... предметы обвалившиеся... камни. Всякий мусор. Чтобы как-то разнообразить. Это будет... No. Rubble. Pis. Эээ... Не Pis, а... Пайл, наверное. Да. Пайл 0.1. Нет. Возьмем... Пайл 0.4. Окей. Как видите, это достаточно большой кусок. Давайте как-нибудь его... гармонично... Ну, гармонично его не особо получится... вписать. Хотя почему? Сделаем вот так. В принципе, нормально смотрится. Опять-таки копируем... переносим... на торговый угол... и... замещаем, допустим... на тот же пайл, но 0.7. Это уже поменьше... кусочек. чуть-чуть побольше сейчас сделаем. Вот здесь, насколько вы видите, у нас колонна. А здесь... обвалившаяся колонна. немного... поставим его вот так. По-моему, неплохо. Что теперь мы можем сделать? Это... поставить... какой-нибудь другой угол. Тот же самый пайл. Допустим, большего размера, как-то мы его развернём. Допустим так. Теперь у нас остался пустующий центр комнаты. Опять же дублируем слой. Замещаем. Замещаем мы его на объект под названием RuinsElter. RuinsElter. Обратите внимание, что он у нас остался на уровне пола. Потому что теперь нам надо, зажав клавишу Z, поднять его. Можно чуть-чуть поднять и нажать флешу F. Тогда он опустится. Как я уже говорил в первом уроке. Так. Теперь, что же мы можем добавить на этот алтарь. Давайте выйдем из раздела Statics. Раздел Miscellaneous. Т.е. разное. Пожалуй, даже да. Разное. И во вкладке фильтров напечатаем фляга. Как видим, ничего не произошло. Попробуем перейти во вкладку World Objects. Тоже самое. Items. Тоже ничего нету почему-то. Вот. Во вкладке All вся есть. Возможно, этот предмет... Эммм. Даже не знаю. Почему-то ни в одной из подкатегорий этого нету. Но это не важно. Найдем. Эмм. Флайган. Вот она. Да, это та самая фляга, что нам нужна. Напоминаю, что Snap to Grip и Snap to Angle. Т.е. привязка по углу по сетке при расставлении каких-либо предметов должна быть отключена. Скопируем эту флягу. Сделаем еще одну размером побольше. Это уже у нас будет кувшин. Эмм. Эмм. Дальше... Добавим... Немного... Конечностей. Это очень любят делать... Эмм. Бесездовцы. Бон. Хьюмен. Блут. То есть... Бон. Это кость. Хьюмен. Это человек. Блут. Это крафт. То есть... Мы вот берем лег. Это нога. Соответственно... Вот у нас окровавленная, думаю, бедренная кость. Или нечто такое. Крафт. Мы тоже можем... Я напоминаю менять ее размер. Можно какого-нибудь гиганта сделать кость. Вот возьмем кость обычного человека. Далее... Тот же... Бонхьюмен. То есть человеческие кости. Но... Футл. То есть... Футлепт. Вот она. Левая нога. Левая ступня Теперь Rip cage Это Грудная клетка А точнее ребра из этой клетки По оси Z мы можем поднять Опять таки Скопировать Сделать еще одну Сделать ее Побольше в размере Это сделать поменьше Это побольше Переместить по оси Z И теперь такой важный Сейчас я поставлю этот Такой важный инструмент Как Havoc Что такое Havoc По сути Вот эта кнопочка Показывающая что шарик отскакивает от плоскости Называется Run Havoc Sim Havoc Havoc это по сути Ну физический Генератор То есть Он просчитывает физику Если мы включим на него Нажав На эту кнопку То мы увидим Что у нас Вещь которую мы выбрали Упала То есть включилась физика В редакторе Допустим Мы хотим Чтобы Вещи у нас Расположились На этом столе Так Как Они расположились бы в игре То есть Включая все элементы физики Мы берем Выделяем Все эти предметы Выделяем эти предметы Зажимая клавишу Зажимаем клавишу Z Немного приподнимаем Над поверхностью Алтаря Все эти предметы И нажимаем Клавишу Нет Почему-то Они убрали эту функцию Сейчас я посмотрю Толкти Нет Аж у них Теперь Эдитин ландскейп Хавок Теперь включается Только кнопкой Вот вы видите Ребра упали Ну мне не нравится Как Легло Вот именно Вот это ребра Я его Уроню Еще раз Так скажем Нет Все равно Мне не нравится Выроним его Вот так Но уже лучше Так Выключим Хавок Чтобы не Нагружать сильно Процессор И Теперь Мы Собственно Можем Заняться Стенами Вот у нас Есть выход Здесь мы можем Повесить Какой-то Анимированный Объект Допустим Это будет Объект Так Заглючил Фильтр Почему-то Не знаю Почему А нет Знаю Никогда Когда у вас Выбрана Категория All Не начинайте В фильтре Вводить Ничего Это может Просто Заглючить Вот как у меня Сейчас в данный момент Редактор Потому что Он начнет Из всех Из всей базы Данных Выбирать Ту первую Букву Которую вы ввели Вот давайте Выберем Рабу Даже если Он у нас В этой вкладке Ничего не найдет Generic Generic Banner Generic Banner Когда вы это Ввели Вы уже Можете Переключиться На вкладку All И увидите Что у вас Здесь Все Вот нам Нужен Этот Баннер Почему-то Только он Не добавился А Нет Вот он Добавился Generic Banner По ACZ Его поднять Немножко Развернуть Посмотрим Что произойдет Если мы Включим Hallock Мы Включили Hallock И видим Как под Порывами Небольшого Сквознячка Камышится У нас Этот Баннер Давайте Отключим Hallock И Еще Так Опять-таки Вкладком Мы Изменим Ну хотя бы На Word Object Уже Не так Много Будет Искать Вот Бесездовцы У нас Тут Решили Это Потом Сделать Но Я вам Расскажу Прямо Сейчас Это Нет Все же Word Object Это Тоже Достаточно Большая Категория Лучше Искать Сразу В Статике Вот У нас Есть Статик Категория Баннер Анчак Сразу Берем Перетаскиваем Сделаем Привязку По углу Пока Включим Чтобы Точно Поставить Ctrl Queue Это Это Собственно Рейки На которых У нас Держится Наш Ну Потому Что Он же Не может В плоскости Рассказить Правильно Держится Наш Баннер 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 Только Я Неправильно Видите Здесь Кольца Я Неправильно Расположил Наверняка Он должен Висеть На кольцах Правильно Опять Таки Привязку По углу Делаем Четко Расположили Сделали Каунтаре Два Закинуть На столик Кирасу Поернуть Ее Немного Мне кажется Нужно Ее Все Таки Поднять И Эф Нажать Но Это Не так Важно Далее Нам Предлагается Ввести Экс 0 1 Наверное Разделе Не Армор А Ну Допустим О Экс 0 1 Это Weapon То есть Оружие Это Топор Лесоруба Насколько Я понимаю Или Что-то Вроде Того Давайте Тоже Немного Поднимем И Опустим Включим Халок На Всякий Случай Так Теперь Нам Прилагается Так Чуть Не забыл Опять Перейти По Вкладку Фарма Напечатать Эбони Дангер То есть Эбонитовый Кинжал Оу Вот Эбонитовый Кинжал Суть Суть в том Что Мы хотим Допустим Воткнуть Этот кинжал В броню Чтоб он был Воткнут В броню И никуда Не девался Когда у нас Физический Так скажем Генератор Начнет Свою Свою Работу Два раза Кликаем На этот объект После того Как мы Воткнули Пинжал И Нажимаем Don't Havoc Settle То есть Во время Загрузки Локации Havoc На этот предмет Не будет Действовать Включаем Havoc И видим Что так оно Есть Но После того Как Игрок Возьмет Кинжал Из брони Havoc Снова Начнет Действовать На этот Предмет То же Самое Можно Сделать С этим Предметом Да и С любым Другим Дублируем Простого Почему То Он Не Дублировался Ну ладно Это Не важно Допустим Мы хотим Воткнуть Этот Эбонитовый Кинжал В стену Упс Да что ж Такая Вот Мы берем Этот Кинжал И Совершенно Спокойно Втыкаем По самому Рукоять Этот Кинжал Донат Havoc Сеттл Ставим Ок Смотрим Как действует Havoc Никак И Все Что Теперь Мы Можем Сделать Полезного Мы Можем Поставить Здесь Сундук В любом Месте Допустим Я хочу Поставить Вот в этом Месте Сундук Поставим Сундучину Опять Таки Переключимся На Статик Триас Драуга То есть Сундук С сокровищами Драугов Вот Этот Сундук Ставим Его Сюда Опять Таки Нажимаем F Он у нас Падает На Пол Можем Развернуть Его Как Хотим Можем Сделать Сундук Open By Default И Посмотреть В какую Сторону Он Открывается Мы Видим Что Открывается Он Вот в эту Сторону Открывается Наоборот Открывается Он Вот в эту Сторону Вот он Открывается Open Снимаем Галочку Для Сундуков Нажимаем ОК Теперь Что нам Еще Прилагается Сделать Прилагается Зайти Во Вкладку Edit 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 Base Preview Concurate Result То есть Мы Зашли В базу Этого Сундука Нажимаем Эту Кнопку И Мы Видим Что Выпадет Из этого Сундука Какое Количество И Чего Выпадет На Первом Вайлоне Total Вайлую Это Денежный Эквивалент Всего Что Выпадает Давайте Изменим Уровень На 30 Допустим И Кальку Light Result Мы Увидим Что На 30 Уровне Золото Выпадет Столько Ж Но Броня И Остальные Предметы Выпадут Совершенно Другие И Стоимость У нас Уже Будет 144 Соответственно Тут Вы Можете Менять Любой Уровень Какой Вам Забуд Рассудится Чтобы Закрыть Сундук Во Вкладку Lock Идете И Ставьте Галочку Lock Это То есть Закрыто Level Ставите Новичок Ученик Адепт Эксперт Нужен Ключ Если Нужен Ключ То Соответственно Без Ключа Мы Не Откроем Ключ Выбирается Из Ниспадающего Списка Ниже Теперь Что Нам Еще Может Потребоваться Так Называем Непостоянные Объекты Dumi Object То есть Dumi Это Болванка Или Манекен Или Что-то Вроде Этого В окне Фильтров Переходим Во Вхватку Static Допустим В окне Фильтров Печатаем Данные Potion Зами Potion Переходим Во вкладку All Видим Что у нас Появилось Одно Зелье Ставим Допустим О Сюда Видите Оно Не имеет Никакой Определенной Формы Как Другие Предметы Двойным Кликом Левым По нему Мы Можем Задать Его Свойства Во вкладке Значит Edit Base Нет Не Edit Base Во вкладке Leveled Item Мы можем Выбрать Leveled Item Potion Restore Health Это значит Что у нас Будет Появляться Зелье Неопределенного Уровня Но Оно Будет Выполнять Определенную Функцию Оно Будет Восполнять Здоровье Нажимаем То есть Response Тут у нас Есть кнопка Это значит Что оно Будет Респауниться Нажимаем ОК Получаем Определенное Зелье Теперь Что мы Еще Можем Сделать Переходим Во вкладку Статик Опять Чтобы не Загрелчить Наш Редактор Rains Bench 0.1 Bench Это Во вкладку Перейдем Вот он Rains Bench Bench Это Стол Поставим Наш Стол Допустим Вот здесь Обратите Внимание На Маркеры Здесь Показано Включим Привязку Углу Привязку По сетке Лучше Не включать В данном Случае Маркеры Не должны Пересекаться С какими Либо Статичными Объектами Сделаем Вот так Вот видите Скамейка Так Как Должны Сидеть Нет Пожалуй Все таки Вот так Будет Лучше Смотрите Чтобы Вот эти Маркеры Не Пересекались Со Стенами Со Статичными Объектами Чтобы Не Возникало Ошибок Выберем Итак Что Еще Мы Можем Полезного Сюда Добавить В эту Комнату Это Крафтинг Алчеми Крафтинг Это Значит Что Мы Использовать Будем Эту Принадлежность Как Для Профессии Крафтинг Алчеми В данном Случае Это Алхимия То есть Мы Добавляем Алхимический Стол Разворачиваем Его Так Чтобы Человек Мог Сидеть Не Знаю Куда Его Добавить Давайте В любое Место Снепт Ангел Можно Отключить В данном Случае Поднять Немножко Пассив З Опустить Чему-то Не хочет Он Опускаться Итак Мы Поставили Стол Алхимический Теперь Забиваем Ой Это я опять Не переключился Теперь Нам Нужно Добавить Дверь Чтобы Добавить Дверь Переключимся Во вкладку Дорс Наберем Нор Апостол С М Нет Пожалуй Наберем Нор А Вот Она Уже Есть Нор Дор Апостол Апостол Чтобы она стала как нужно Вот тут она не как нужно стоит Ну вот, похоже, что Да, теперь она Как надо стоит И Зайдем в свойства этой двери Что мы видим Вкладочка Lock Опять-таки ее можно закрыть Давайте поставим Level Adapt Нажмем ОК Также мы можем Смотреть Как у нас Открывается Open by default И вы видите, что дверь открывается Снаружи комнаты Если вам, соответственно, нужно Чтобы дверь открывалась во внутрь комнаты Вы разворачиваете дверь Open by default Ставите галочку И она открывается во внутрь комнаты Убираем галочку Убираем галочку Возвращаем все как было Щелей нигде нету Все отлично Теперь нам Нужно Как-то Еще внести какое-то разнообразие В нашу комнату Возьмем Кладку Статик Опять-таки Ruins Shell Shell Ruins Shell Small Hall Small Hall Вот Похожа Она Да Придела Вкладку Статик Снова Добавив Сюда Мы увидим Что это Некий Обрубок Колонны И его Мы можем Поставить В любое Место В какое Нам Разглавля Судится Вот Здесь У нас Еще Местечко Пустую Сюда Можно Что угодно Положить Уберем Snap to Angle Так Вот это Я не то Нажал Snap to Angle Уберем Не совсем Красиво Получается А давайте Уроним Эту Вещь То есть Мы Ведем Некие Ротации По Разным Осям И Боросим На пол Получилось Вполне Даже Ничего Отлично Теперь Что Мы Можем Еще Сделать Давайте Добавим Немного Всяких Мелких Объектов Сейчас Настало Время Мелких Объектов Перейдем Во вкладку Статик Опять Таки Руин Спот 0.4 Допустим Руин Спот 0.4 Означает Что Это Статичный Предмет А точнее Горшок Или Ваза Давайте Поставим Несколько Таких Ваз Вообще Давайте Руин Спот Что Мы Все Делаем По гайду Да По гайду Давайте Поставим Какой-нибудь Пятый Горшок Везде Везде Что такое Light SM Нет Этот нам не подходит Также не подходит Давайте Попробуем Руин Спеумс Скоумс Да Руин Скоумс Это Жаровня Как вы Видите Давайте Попробуем Ее Поставить Сюда Дублируем Две Жаровни В жаровню Мы можем Положить Все Что Угодно Допустим Это У нас Давно Выгорело Мы Хотим В нее Накидать Чего Бо То Ни Было Давайте Попробуем Накидать Бриар Херт Это Трава Вот Трава Обозначается Вот так Кинем Сюда Кусочек Этой Травы Ну Ка Включим Холок Ой Что-то У нас Произошло Когда Мы Включили Холок Почему-то Почему-то У данного Предмета Перепутаны Охи Координат Поставим Донт Холок Сэпл Потому Что Когда Я Нажимаю Кнопку Игр Этот Предмет Двигается По оси З Это Весьма Странно Ну Хорошо Отлично Холок Теперь Не Действует На Него Давайте Еще Добавим Хеман Хеман Храг То есть Человеческое Сердце Оно Тоже Считается Травой Точнее Алхимическим Ингредиентом Да У него Тоже Оси Перепутаны Отключим Физический Движок В эту же Ровню Давайте Попробуем Добавить Пламя Чтобы Добавить Пламя Переходим В Ну Давайте Статик Снова FX То есть Flame Effect Точнее Flotion Effect Скорее Село Флай Видим Что у нас Ничего Не Находит With Embers То есть Огонь С Угрями Ищем Во Во Вкладке All Находим Embers И Ну Допустим Выбираем Heavy Как видите Огонь Идеально Подходит Включив Холок Мы видим Как у нас Немножко Из Жаровни Выключим Холок Уменьшим Немного Scale Включим Опять Холок И увидим Как у нас Жаровня Снова Пылает С угольками С костерком Выключим Холок Что еще Мы Можем Добавить Мы можем Добавить Различного Вида Свечи Ну Объектов Вообще Много Перечислять Их Все Я Не буду Но Я постараюсь Сделать Все так же Как было У беседки Ну Конечно Не в точности Но похоже Список Этих вещей Я давать Не буду Но Вы сможете По видео У меня Сориентироваться Пожалуй Это все С четвертым Туториалом Эпизодом Туториала Делайте Все то же Что Делаю я Ну Естественно Не до фанатизма То есть Обставляйте Как вам Хочется Я дал вам Только небольшой Список Предметов В комментариях Под этим Видео Я все таки Постараюсь Перечислить Все основные Предметы Которые Я использовал В создании Этой Комнаты И В дальнейшем Я продолжу У меня Он еще там Несколько Комнат И возможно Даже сейчас Да Наверное Сейчас Я вам покажу Один из Одно из вещей Которые мне Очень понравились Потому что Все эти предметы Это в принципе Все С практикой Приходит А вот Эта вещь Мне Очень И очень Понравилась Ну давайте Вот Нет Тут пожалуй Места будет Мало Ага Вот здесь По моему Они это Сделали Я точно Не знаю Но давайте Здесь Это сделаем Удаляется Значит Квадрат удаляется Переходим Во вкладку Стетик И Где-то 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 В конце У меня Было Записано Это Мда Рум Смол Мид Нужно Было Оставить Это Я Но ничего Мы всегда Можем Поставить Опять Снэп То Англ Снэп То Грит Видим Что Нас Не Подходит Это Почему Не Подходит Потому Что Shift Q Надо Сделать Вот И Сразу Все Подошло Скопируем Три раза Итак Что же Я хочу Здесь Сделать Сделать Вот Что Нет Все Таки Это Нужно Удалить Скорее Удалить Почему Такого нет Давайте Сначала Потапан Найти Ну Такого Нейти Йоэн Кори Мол Мол А, да, шафт топ почему-то только есть. Почему-то с апостеров он не хочет искать, но шефт трэпдорс есть такой. Да, вот именно то что я хотел сделать, давайте это удалим. Это будет у нас одно из ловушек, я так понимаю. Да, я играл в Аблион мало, ой, точнее в Скайрим я играл мало, достаточно. Ну, часов шестьдесят, я таких ловушек не видел, поэтому она меня очень удивила. Теперь что мы сделаем. Дальше мы должны, во-первых, нажать Shift-U. Да, и видим, что у нас выровнялось всё. Что ещё нам нужно? Норрумшафт. Вот это, по-моему, я видел. Норрумшафт. Бот. Бот. Топ 0.1. Бот. Бот. Бот это, я так понимаю. Да, вот, всё замечательно. Сейчас мы только посмотрим. Посмотрим. Да, теперь ток. Что ещё? Мид нужен. Мид 0.1. Как видите, это... Отлично, она встала как нужно. Теперь нам нужно построить дно этого колодца. По-моему, это называется ТОП. Насколько я знаю, нет, ТОП это как раз вверх. Вот отлично, как раз ТОП поставился между колоннами, только здесь немножко просветы, но это мы сейчас исправим. Итак, давайте добавим пол. В принципе, наверное, любой подойдёт. Сейчас я попробую найти подходящий пол. Допустим... НОЛ. Допустим, Райзет 0.1 наверное подойдёт. Выключим прятку к сетке. Посмотрим, нет ли щелей. Есть небольшие щели вот тут, но это всё не страшно. Мы можем сейчас сделать следующее. Вот. Главное, чтобы с боков не было щелей. Теперь мы можем взять... Норм. Смол. Допустим, ПАУ. ПАУ. 0.7. ПАУ. ПАУ. 0.7. Как он выглядит? Да, то, что нужно. ПАУ. 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 КАСНИЕ. ПАУ. ГОМ. Отлично, также мы можем добавить сюда, где-то у меня тут был, ага, можем добавить разные предметы, в данном случае саркофагус, то есть саркофаг, допустим, broken01, то есть разбитый саркофаг. Саркофаг. Только снизу он выглядит не очень хорошо. Поэтому по оси Z нам его придется все-таки... Вот так опустим и засыпем все щели. А, ну в принципе он нормально выглядит. Все равно засыпем его какой-нибудь пылью. Для этого уже используем известный нам... Но... Рабл файл... Допустим... Какой-нибудь... 0,4... Ну и 0,4... Дублируем. Давайте сделаем реплейс, чтобы не повторяться. Допустим... Допустим... Какой реплейс мы можем сделать... на 0,5... На 0,5... Отлично. Скопируем. Скопируем. По-моему неплохо смотрится. Сюда еще засыпем. Сюда еще засыпем. Сюда еще засыпем. Давайте посмотрим осень. Что это? Отлично. Отлично. Как еще мы можем разнообразить... Стены у нас голые. Фактически. Поэтому... Ммм... В принципе мы можем добавить... что-либо на стену. Давайте попробуем... Добавить... Вазу. Она называется... Norwine. Norwine. Как видите, у нас есть... Norwine wall. Три типа. Они-то нам и нужны. Есть еще... Norwine floor. Поднимем немного. Добавим... Допустим... Второй. Такую же. Не такую же. А другая модель. Третий еще можно добавить. Дублируем. Разворачиваем. Разворачиваем. No com. Это я так понимаю... Вот есть еще no com. Это значит... Наверное... Без коллизий. То есть... Через них можно проходить. Это тоже нам пригодится когда-нибудь. Реплейснем на первый. Давайте... Первые они самые большие в принципе. Вот еще одну нам добавим. Ну и еще вот сюда одну. Чтобы... Чтобы... До конца... Наш... Иссохший колодец был... Так скажем... Сделан. И заменим на какую-нибудь... Ну допустим на... На два. Еще на два. Уже получился. Естественно у нас... Никакого триггера здесь не стоит. Поэтому ловушка работать не будет. Ловушки мы подробнее рассмотрим... Наверное... После энкаунтеров. То есть это... Седьмой... Будет урок. Даже восьмой. Потому что... Мне нужно еще один урок сделать... Так скажем... Дополнительный. Потому что... Беседка его засунула почему-то... Чуть ли не в самый конец. А я считаю что он... Должен быть... Немного... Немного раньше. То есть пятым уроком у нас будет... Дополнительный урок. И... Сейчас... Я... Начну доставать... Утварь... Вот... Во всех этих помещениях. Спасибо за внимание. В третьем и следующем сентябре. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите продолжение naar. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok